Так, разда, народ, то что, мы возвращаемся в прямой эфир и, наверное, можем приступать к просмотру карты под номером 3 на сегодня. Вау, вы как, готовы? Конечно, готов. Ну, все, отлично, тогда Гумба Гейминг против команды Назерн Лайенс. Ага. Северные Леоны, ой, Северные Львы, что ли, как так называют? Угу. Да. Северные Львы, интересно. Ну, посмотрим, как, собственно, эти команды будут драться, что из себя они представляют. Вот, ну, я тут посмотрел по никнеймам, вот команду Гумба Гейминг, я помню, Тире Мэн, Эдэ Дота, Эдэ Дота в свое время еще с ПГГшкой вроде катал, если я не ошибаюсь. Чилл тоже, в общем, более-менее известные ребята, вот команда Назерн, боже, просто я буду Н-Лайнс называть, их я не знаю. Ты как, знаком с этими командами? Видел что-нибудь? Ну, Лайтвитцы сотворили просто чудо с игрой БПИ, да, где, я не знаю, там сколько длилась игра, 60 минут? Эту игру просто надо смотреть и ставить в рамку на стене, потому что там невероятный камбэк от них, просто грязь смотреть и так лицо просто закрывать рукой и все. Умеет интриговать, да, ребята? Да, ну а Гумба считаются фаворитами, ну, опять же, опрос был у всех команд, кого вы считаете фаворитами, ну и где-то больше 50%, да, больше 50% сказали, что Гумба все-таки выигрывает у нас про серию. Угу, вот оно что. Так, ну я когда-то сейчас посмотрю прям текущее их турнирное положение и скажу, вот где они Гумба, 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 Гумба. Почему я их не вижу? Они Крипсис называются у нас на сайте, девятое место они занимают. Ага, вот вижу Крип, да-да-да. У них пока три победы, одно поражение имеется, четыре матча всего лишь сыграли, но в принципе только-только, по сути дела, начинают они свою про серию. И ребята из N-Lions пока три победы без поражения идут. Сухую пока. Сухую пока, ну что ж, посмотрим, посмотрим, на что способны эти две команды. У нас там во все уже идут пики, давайте к карте перемещаться. И мы очень надеемся, что все-таки те самые камбэки, те самые интриги, расследования у нас в этой карте будут. Итак, Гумба, Гейминг, за Рейдентов, Назом Лайнс будут играть у нас за Дайер, в пиках Диспрофит, Скавров Маку Рейдентов, Дайер это Разор и Пугна, Ванах Тум, Бойт, Брюмастер, Нэчиспрофит, Забанили Контропа, Тинкера, Минуша до Шаман и у нас Джокеру тоже был убран. Ну что, по пикам вроде-вроде пока все здорово, у той-другой команды. Ну это вторая игра от Лайтвитцев, потому что у нас два, две команды у нас вылетели. Это Нэксты у нас вылетели и кто у нас еще? Боже, Франц и Чирили тоже отказались от участия, не смогли они продолжить свое участие. Так что вот так вот, хотя... А, так это Тихвин, в смысле, им дали, да, Миша? По-моему, да, но что-то в таблице этого не показано у нас. Надо будет разобраться с кем-то. Ну тогда только-только самый-самый дебют получается, но тем интереснее. Так, ну что, Гумбо Гейминг, Рейс Кинка в третьем пиком. Энлайн забирает себе Кентавра. Ну пока по пикам все круто. В общем, у той-другой стороны есть чем пушить, есть чем расправляться с таврами. У той-другой стороны есть по Дайрек Станчику, в принципе. Ну и героев разбирают тоже одних из самых, наверное, популярных в последнее время, в последней мете. Тоже круто. Пока, пока. Так, ну что, Гумбо Гейминг, четвертый пик. Есть ДП в мид, Скай, Рейс Кинг. Кого еще можно сюда добрать? Даже не знаю. Ну, в принципе, можно сделать их двумя суппортами. Можно подобрать к ним, в принципе, Мирана. Мы помним, с предыдущей карты Мирана плюс Рейс Кинг там неплохо бегали и там. Ну, пытались, конечно, выдавать, а не какие-то прокасты, но там не очень-то получилось. То есть, ну, в целом, от этого трипла слабее не стало. Поэтому Скайр и Скинг и Мирана вполне можно заехать. Может быть, что-то другое. Сейчас поглядим. Ну, РМН думает пока на капитанском слоте. В теории уже нужно представлять, как контрить Разор. Пугну, как контрить, который тоже будет ставить свой Незервард и очень сильно мешать-мешать ребятам из Гумбо Гейминг. Вопросов много, ответов пока нет. Ну, есть еще 50 минут, 50, точнее, секунд, чтобы выдать нам четвертого персонажа. Ну, опять же, нужно определиться, каким будет у нас в Рейс Кинг, будет ли это саппорт или же это будет у нас в Ромящий в Рейс Кинг. Вот это вопрос, мне кажется, сейчас будет у ребят. Да, да, действительно, надо определиться, в какой роли он будет лучше. Ну, вообще, вот мне Рейс Кинг здесь как керри не очень нравится, хотя бы потому, что ему придется против Разора в драках быть, а вот того там статик линк дэмэдж высасывает. Нападаешь на Кентавру, он тебя станет, тебе еще полкабины разваливается в Double Edge. Пошел пугну атаковать, она себя в бла закидывает и тоже ничего сделать не может. Потому что, в общем, как-то у Рейс Кинга здесь вообще не весело все. Ну, лучше оставить, мне кажется, с суппортом и какого-то нормального керри такого взять, рейнджевого. И все будет круто. Бэтрайдер. Окей. Сразу шейкер взлетает для команды Endlines. Ну, провоцирующий такой, инициирующий пик появляется у Гумбо Гейминг, вот благодаря этому Бэтрайдеру. Ну, Endlines, получается, такого суппорта взяли, который, в принципе, все движения Бэтрайдера будет контрить. Ну, обычно берется какая-то Винджевого Спирит, там, или Шаду Темон, но решили, что ЕС здесь будет покруче. Окей, окей. Ну, как раз-таки Вингу забанили Гумбо Гейминг, минус Вайпер. Последняя, кстати, пика пошла. Ну, мейн керри остается для Гумбо, получается. Ну, да, опять же, либо мейн керри, либо все-таки Рейс Кинга сделает керри героем. Пусть мне это не очень нравится, но... Может быть, может быть, они знают, что Рейс Кинга может здесь убивать. Каким-то образом. Ну что, есть 5 секунд, давай, Ромен. Чем ты нас порадуешь? Ого, Тоганат. Интересный пик, интересный, очень интересный пик. Ну, вообще, наверное, да, Джиггернаут здесь может. Может и с Розором разговаривать, может, в принципе, с ЕС. Но вообще с любым персонажем противника разговаривать может. Разве что к Спугнули будут небольшие проблемы. Пик неплохой. Еще и при этом он усилил такой пуш потенциал своей команды, за счет, опять же, варда. Да, тоже очень сильно пригодится. Ну, last pick от N-Lines. Чем же им сейчас отвечать? Что им нужно? Так, ну и нажимаем один саппорт, как я вижу. Как я понимаю, эту доту. А кто куда пойдет? Да, в принципе, любой, я думаю. Тут же Вич-Доктор, да, наверное, заедет. Не, а по линьям как? Ну-ка, Кентавр пойдет, нас в оффлейн. Пугнат мид и Розор, как мейнгерри фармящий. Думаешь, что-то типа Пугнат соло мид будет? А че нет? Ну, действительно, а че б нет? Можно-можно так, можно действительно с Розором триплу сделать. Пытаться как-то кантри Джекернаута прямо на линии с помощью, кстати, клинка. Можно, можно, можно Розора поставить, соло мид и пугну поставить, как керри в триплу. В общем, тут тоже, возможно, какие-то различные моменты такие тонкие. Ну и сейчас Инджмен. Инджмен, давай, бери своего последнего героя. Показывай. Раскрывай свои карты и будем смотреть за этой игрой. Вообще, мы можем взять ИО и продолжить серию стриков сегодня. А, ну да, он сегодня ИО же только побеждает, да? Ну да, получается так. День ИО просто. Назначаем официально. Такой больше дефолтный расклад. Берут Рубика себе ластпиком. Ну окей, окей, так тоже неплохо. Так, ну что, с героями у нас разбираются игроки. Тут уже полностью НЛАН знают, на ком будет катать. Инджмен взял себе Розора. Битим Фантом, XP на пугне. Си Эйкин Тавар. Эвэйжен Дота будет играть на ИЕСе. Ну и Си Уайт будет играть на Рубике. Ну вообще, получается, что суппорты ИЕС, Рубик и все-таки пугна либо мидер, либо как керри. Как-то иначе будет сложно, наверное, поставить. Ну сейчас посмотрим. Ну вроде бы пулят на мид. Да, на мид у нас справляется пугна. Да, все-таки пугна с ИЛ и мид. Ну и Трипла с Розором только почему-то на легкую линию найдут. Мне что-то как-то больше хотелось, чтобы Розор пошел как керри в Триплу, но на сложную линию, чтобы как-то против Джекернаут с Тигминком она покруче была бы. Ну, решили, решили, что НЛАНС по пассивнее будут играть. Ну, команда Гумбо Гемик играет за Рейдинтов. Чилл исполнит на Бэтрайдере в сложной линии, в мид РМН капитан команды пойдет на Деспрофит, ну и Трипла снизу, Квипа играет на Джекернауте, Эда Дота, Эдскавер Авмакну и Скай на Рейскинге. И наши практические паузы. Ну, чей пик тебе нравится больше? Любой. Вообще нет таких предпочтений, что ли? Да, ну, все зависит от исполнения, мне кажется. Не так важен, мне кажется, пик. Ну, согласен, да, что пик более-менее, конечно, друг друга стоит. И все действительно будет зависит от того, какая начальная линия отставит обе команды, как будут перемещаться по карте и так далее. Но вообще, вот, взяли пугну НЛАНС, и они сразу завоевали мое сердце прям. Не каждая команда соизволит и рискнет взять себе такого персонажа, ситуативного очень. Они вот взяли и смогли, молодцы прям. Респектую. Так, лоуд. Пошли какие-то забеги. Что-то кого-то поймать не могло, судя по всему. Пробежались, успел вардец стыкнуть у нас тут товарищ Кентавр. Очень качественный вардец. Знает, что теперь против него будет стоять трипла. Могут сделать изначально какие-то выводы НЛАНС, например, свапнуться, если захотят. Ну, свапаться линиями не будут, судя по всему. Просто ждут появления Крепочка. Ну и начало у нас с поля чем спокойно начинать идет. Окей. Ну, свапнуться я не думаю, что ребята сделали это. Это невыгодно, мне кажется, что в одной и что в другой стороне. Стоять триплы против триплы? Угу. Не знаю, не знаю. Так-то повеселее было бы. Тут шесть персонажей, друг друга бьют лица на линиях. Круто вроде. Эх, так. Ну иллюзию подбирают. У нас бэтрайдер сразу же отправляется в лес. Сейчас будет площадь спауна этими иллюзиями, мне кажется. Или же крипов отвезти им. Сейчас подумают, что сделать с этим всем. Ну да, крипов отводят к себе под линию. Ой-ой-ой. Есть такой, you shall not pass просто. Ну и сухо выдал. Ну, развел на Clarity, нормально. Да, иллюзия развел на Clarity, это действительно круто. Одной фиссуры будет меньше. Но главное, чтобы человек больше после этого не подставлялся. То, что Рубик уже аккуратненько заходит за спину. И в случае чего захотят попробовать убить как-то. Ну, вообще бэтрайдер над сапогом. Да, да, сапогом. Остальные тут, видимо, ребятки без сапогов. Так что бэтрайдер на Fairfly должен в любом случае выживать. Какие бы там прокасты не залетали. Вот, за эту линию, наверное, беспокоиться не стоит. Вот, еще и вардец, смотрите, раздевардили. Раздевардили здесь топ-линию ребят из Enlions. И попытаются скинуть в этом направлении. Так разменяются по хпшкам. Там отстреливаются. Все окей. На нижней линии примерно такая же ситуация. Единственная разница только в том, что здесь раздевардить у кумбы гейминг не получилось. Поэтому Кентавр все прекрасно видит. Он знает, чем занимаются саппорты. И вот он уже активно пытается мешать. Ну и при таких расстановках, обычно, обычно, как это бывает, то есть когда Трипла идет в легкую линию, то есть другая команда, Кель, герои получают полный доступ к крипочкам. Соответственно, будут показывать лучшие свои крипстаты и выносить все топовые шмотки. Ёй, ёй, бэтрайдер как агрессивно играет-то. Четыре напал на Рубика накинул. Не боится ничего. Да, он там сам заставил понервничать немножечко саппорта команды Айлайнс. Но не полетел, потому что прекрасно понимал, что против трех ты не боец. Зато вот получает эксплу и практически третий уровень себе уже отнул. Даже от пол смог сделать. Неплохо. Так, что там в миде? Миде, видимо, активно уже ставят варды у нас пугна. Кстати, максит вард, что тоже, в принципе, интересно. Талисман есть, 8 крипочков забрал. Ромен у нас пока 11 на 2. Но это Death Profit, это ее крипсформы. И тут уже ничего не поделать. Крипстат будет у Ромена всегда хорошим. На нижней линии Кентавр тоже дождался. У моря погоды, стоит под своим тавером. Тут и 2 от крипочков. Все вроде тоже неплохо. Ну и пока беды. Не предвещает ни та и другая команда по началу игры. Все очень даже спокойно. Так. Что-то придумали. Придумали суппорт и гумбо гейминг. Так. Ну да, нужно убивать пугну, потому что... Тез Profit никак не может фармить с руки. Нужен им сварм, как ни крути. А вот под Назервардом это делать очень больно, как мы видим. Чуть пробивает ее. Да, действительно. Гангасмидзер это сделал полезное. Сейчас ждет Скай. Вместе со Скайем. Скай, Скай. Да, тут и Шейкер пришел, кстати говоря. Тоже на хлопку, если что. Да, и погнали убегает. Да, остальное вард. Ты-то посмотри, Рейскинга, как я четко подконтролил. Дал фисурк, тут что-то был не отъехал. И разбежались. Ну что, ганг не получился, ребята. С гумбо гейминг очень четко, если свою фисурку выдал, практически спас со своему тиммейту жизнь. Так, Кентавер нафармил Дракилбуцы, 7 крипов убил, Джекернаут при этом 20 на 7 крипстат, причем крипстат топовый на карте. Все-таки товарищ Инжмен парочка крипов да, пропускает. Да, ну неприятно. Напалку получает постоянно, поэтому пропускает немножко. Ну да, то есть там неповоротливый этот Разор становится. И скажем, у Разора в игре не самая приятная анимация атаки. Да и демидж тоже не такой уж и стабильный, скажем, распределение достаточно большое. В общем, тяжеловато, тяжеловато, и нажимаем все-таки. Где-то дофейлит немножко. Но это, в принципе, не особо считается, ибо разница к крипам действительно минимальная у двух кири героев, все равно свои шмотки они вывезут. Вопрос только, какие шмотки? То есть, если мы, например, видим Разора, понимаем, что Разор должен идти, наверное, на фаст Меканца. Вряд ли пугнам будет Меканца себе собирать. В команду Гумбо Гейминг Джиггернаут точно Меканца себе собирать не будет. Скорее, типа, идут больше какие-то домашние артефакты, что-то типа Драма Фенджеренс и Аканима. Поэтому и задачи у этих кири героев немножко разные на игру будут. Поглядим, кто окажется прав, кто виноват. Так, РМНа вынудили, вынудили сходить на базу. Тут он по изысе прикупер, 0 кризманчик, 22 на 4 крипстат. В целом, линию пугны он выигрывает. Ну и свои дефолтные артефакты собирать. Опа. Ты посмотри, что творят, что творят. Большие проблемы пугны сейчас. Нужно же добивать ее. Еще эту тычку нужно сделать и телекинезис вовремя отсоевать. Да, ну 50 хп осталось там. Чуть-чуть, прям чуть-чуть не боялась просто. Ну именно, да, под отыщенцы это бы все решило. Ну да, так и есть. Ну и опять же, непонятно, почему пугна подставилась. То есть, прекрасно пугна знала, что там делается ТП. И что и рискинг стоит на рейндж своего станчика. И мне отошла. Там ультимейт уже у пугны есть. Уже высосала демэдж с крипа. Нормально. Можно дальше стоять. Да, хпшечка все здоровье поправила. И сейчас подсмоком атака с планет лайнс. Тут бэтрайдер на файрфлайе уже протекал. Или не протекал. Телекинезис пошел. Будет ли у нас фиссура. Фиссура. Но не перекроешь эту руку, ты, говорят, бэтрайдер, если он на файрфлайе. Никак. Ну там он заканчивался, тут такое. Не хватило там каких-то 5 секунд, чтобы он закончился. Да, типа вот секунды 2-3 позже, и они, наверное, бы уже фраг сделали. То есть, такое. Не получилось. Ну, это сенсация на сегодняшний день, потому что у нас за 6 минут до сих пор фирсбада не было сделано. Я уже прям взволнован. Очень аккуратно играют ребята. Джиггернад все-таки, да, выходит, самый артефакт. Покупает себе робота-дамаги, будет делать себе тот самый Драма Фенджернс, саппорты рядышком. Ну, смака у них уже нету. В целом, гангать пока не особо хотел. Так, Бэтрайдера поцепили, Плазма Филда и пошли. Телекинезис, Фиссурка. Ну, не хватает дэмэджа. С такого раз каста мы видим, и Бэтрайдер спокойно улетает. Опять же, Фаерфлай спасает очередной раз Бэтрайдера. Да, действительно, Фаерфлай тут его сейвит как надо. Саппок Боттл уже есть, есть Мэджик Стик, есть Трик Форт Экшн, Левел 6. Ну, и потихонечку можно уже фармить свой Даггер. Предварительно, конечно, хочется Тракет Бутсиси собрать. Вот он их и покупает. В стэше, в Курьере. Ну, теперь уже точно в Даггер. Ну, и пока действительно в этой карте ничего не происходит. Ребята просто фармят. Можно, в принципе, оценить лейт-потенциал обеих команд с таким-то фармом. Я больше предпочтений все-таки отдам, наверное, ребятам с Гумбо Гейминг. Как ни крути, Джиггернаут, Дэс Профит, Рейс Кинг. Это те герои, которые в ЛТ будут действительно тащить. Эн Лайонс. Ну, пугна. Пугна это пугна. Ну, будет у нас ссать дэмэдж, конечно. До тех пор, пока ее Сайленсом не накроют. Либо Джиггернаут своей ультой. В общем-то, тогда у нее будут приключения. Ну, посмотрим, посмотрим, что не получится. Не забавим, что там Развор еще есть. Кикен Тауэр тоже. Это герои не лыком шиты. Все-таки убивать достаточно сложно. Но за место нас обещают быть крутыми. И тишина. И тишина, и тишина, и тишина. Скай. Смотрите, как он напулил-то, а. Прям так. Подготавливает только хорошую площадку у нас. Рейс Кинг для Бэтрайдера, чтобы тут на файерфлайе выформился спиддаггер какой-то. Да, в принципе, вот уже печенечко чил смещается. Очертили ему пространство, где он должен будет фармить. Мол, фарми здесь, туда не ходи, сюда ходи. Здесь денег много. А вот он направляется. Да и вроде уже пора, мне кажется, фраг сделать какой-то. Что-то уж очень скучно. Согласен, согласен. Вот где фраг-то делать? Где его искать? Кого убивать? Ну вот, конкадив шоу, полетел. Неплохо. Ну там стампит, конечно же. Ужидали получить ему шестой уровень. Действительно, и на сейве сейчас стоит Рубик. Да и Кентавр, говорят, тоже герой, который пробивается не так уж и просто с 8 броней-то и 1000 кп. Так что отменяется эта цель. Вот цель на миде очень хорошая, бегает такой сладкий Бабалех, вот пугнат, 720 здоровья, просто приходи и бей лицо. Ну, опять же, при поддержке суппортов, да и особо Phantom XP у нас не подставляется. Ну, кстати, я ошибался. Ошибался, в плане того, что кто будет собирать себе Меканзу, Меканзу все-таки собирает пугна, есть уже Баклер. Ну, а Разор даст фейзы, пока видим колечко, возможно какой-то худ, может быть сразу вагоним пойдет, поглядим. А, ну, барабаны. Барабаны у нас у товарища Куй. Что это? Так, ты куда пропадаешь? Я пропадаю? По-моему, нет. Я пропадал? Наверное, да. Окей, ладно. На скайпе спишем. На скайпе спишем, да. Что-то, что-то тут. Что-то странное творится в наших лесах. Ладно, пишите скайпы. Так, ну насчет Разора, что мне интересно будет забирать, собирать-то что-то. А вот это сложно предсказать, на самом деле. Тут колечко меня немножечко смущает. То есть это уже не Меканзу, то, что Меканзу собирается пугна. Может быть, Худ оф Дефенс с Пайпу, но Пайп для Разора это, по-моему, дикость какая-то. Не знаю. Будем смотреть. Бегают на середине Джиггерна А, под хостой. Пытается кого-то найти. Дойти, подловить никого не смог. Не вышло. Ну и у нас уже единственная минута пошла, и фрагов до сих пор нет. Сколько же ребята с его вот играют, а? Дикие. Просто дикие. Да, тут хрен не дикие, скорее они как эти, хомячки. Без обидные такие. Ребят, давайте только не будем, мы там грипов поубиваем там, а потом им кто-нибудь даст или там умрет от старости. Вот это будет хорошо. Ну, вообще, да, вот мы тут говорили еще на старте игры о том, что ситуация в этой лиге у обеих команд достаточно комфортная, имеют только победы, только самое-самое начало, поэтому вот так вот сходу резко терять очки никто не хочет. Хочет на ноль отыграть. Ну и понятно. Ёй-ёй-ёй, неужели будет драка? Ну, чё-то я б не назвал эту драку. Тут пугная разор, говорят, не самые такие инициаторы жесткие. Ностатаврс динайли, пришли, испугали, испугали всех и, в общем-то, Таврс его издинайли. И РМН, правда, с той стороны уже другой Тавр пытается забрать. Вот, 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 в миде. Ой, да, пугну могут будут забирать. Через ультимейт? Боже, как же не проперся. А, нет, там нормально. Подсейвил себе у нас пугна от ультимейта. Скидно, вот, ладно. Ну да, да там просто накрыли лассо потом, станчики и инициаторов. Так, ну и сверстую. Нормальный сайленс по двоим. ТП аут. РМН безошибочно отыграл и Тавр забрал. Так что, прям, в плюсе. Теперь уже точно видим, что ребята из Гумбо Гейминг просто в плюсе. У них есть один фраг, есть расплаты, уже Тавр за плечами, даже и не один. Начало положено. Ну да, даггер появился у бэтрайдера, теперь можно что-то делать, мне кажется, сейчас только лассо. Нужно достаточно, чтобы отлдаунилась. Нужно идти убивать, опять же, кого-то. Да, действительно, по кулдауну лассо можно бегать, можно перемещаться по карте, везде где-то инициировать, и это должны понимать онлайнс. Где бы вы ни фармили, где бы вы ни находились, так же дайте врыва бэтрайдера. Ну, в свою очередь, этот оффлейнер кентавр себе не фармил еще на даггер, у него осталось всего лишь 300 монет, чуть-чуть совсем. К целям, конечно, ГТ идет, вот подфармливает и нейтральчиков, пока пытается на линии не выходить, чтобы не спалить. Так, и у нас какая-то Саварошка в виде, что ли? Ну, видимо, планируется. Батл поставлен, Бастон неплохо накидывает, у нас пугна по Тауру. Блаз за Бласт, а Блаз за Бласт, ну да, вы хотите спушить. Но не дают, не дают Гумбо Гэмик, нас юзает Глиф Фортификейшн. Так, Чилл дал Флэмбрэк, себе ж дороже Флэмбрэк вышел. Ну и Тауэр теперь первый, защитим в копилку команды Inlines. Так, у нас тут чуть-чуть на топ-лайн намечается, бегает Сея, видит Скайя, Ская видит Сея. Он так говорит, окей, окей, привет, как дела? И разбежались. Да и на ботом идет тоже перетяжка. Три игрока оттуда стягиваются, хотели поймать там Джаггера. По-моему, Джаггер сразу же уходит у нас в леса. Ну и через Аганим пойдет он, после барабанов. Ну вообще вот, сейчас, в общем-то, одни купили себе там всякие дагерочки, да, в виде батрайзера, и готовы прыгивать и убивать, другие купили себе Меканзом, и готовы пушить. Одна команда занимается краски вырываем, другая пушим. Все понятно, но все хорошо. В сумме сейчас старта кажется лучше на данной стадии игры. Катер Азор таки и купил себе Драма Фэнджеранс, и прежним я не понимаю, зачем ему нужно было это колечко. Это колечко, я прежним, и смущается. Так, ускоряется РМН, видит Фантом Эксп, можно поднять Юльчик, Юльчиком поднимает, и Квип уже готов прыгать, и Сайленс дали, и Крипсформ накрыли, и прыжочек. Меканз вовремя как? И Блэйд Фьюри пошли, и Фантом Эксп зажимается, лол, и ты ты с уркой. Такой провал, е, взял его, перекрыл. Тоска. Мы еще Рубика под Т2 забрали. У Гумба. Вот, конечно, это без лосо сделали, да? Замалдеть. Ну да. Ну и, ты знаешь, вроде всего три фрага сделали, а он же давит, ведь давит, очень жестко давит. Так, Сайленс хороший. Там барабаны. Таспрофит должна уходить, я думаю. 503 с активированными фейзами. Обалдеть. Почти как под хастой. Ну и Тавр еще один миди забирает, у нас Гумба Гейминг. Ну вот теперь уже что-то вырисовывается. В этой карте уже виден фаворит, скажем так, уже видны слабые места, ребята, из онлайн. Ну и можем, наверное, подытожить, подытожить, и видим, что уже преимущество Гумба Гейминга есть 6 тысяч по деньгам, по экспе тоже около 6 тысяч. Основу себе сделали. Теперь надо это все дело в прием нажать и довести до логического конца. Тавр ловит, наверное, сейчас Рубика или нет? На фарфлай пошел. Видит Рубика. Лассо. Ну и она заберет его. Да, тут еще потягиваются у нас. Райскинг. Есть танчинг. Ой, еее. Кентавр тоже влетает. У нас там пить юзет, минус нас Рубик. Ну и поражения нет. Где вся команда? Где сейф этот бешеный? Я тоже вот задаюсь таким вопросом. Вроде Кентавр подошел, Рубик там еще какое-то время жил. Причем жил за что-то долг он, да, для Рубика. Для спорта Рубика. А тиммейты даже не потаспели. Вот если был ТПшка, была ТПшка, он ее не сделал. Разорбал ТПшка, он ее не сделал. И позволяет. Позволяет противнику так вот в своих лесах находиться, гангать. Это, по-моему, не очень круто. Стороны онлайн. Ну и пока Гомбо Геймик играет свою туту. Нормальную свою туту. Где надо подфармили, где надо прогангали. Видим, что Джигернаут уже почти Агонисии выформил. Уже откатился у него. Омни слэш. И теперь надо с Бэтрайдером делать комбо в Омбо. Лоуд ждет. Бэтрайдер. Сейчас Ласса у него откатится как раз. Да, еще долго, сомнений, ждать. Чет 20 секунд целых. Поэтому наплевал. Наплевал Квип. Пошел в соло делать фраг. Но бегает. Очень много вардов здесь с стороны онлайн. Практически возле своего леса. Знаете, находится Джигернаут. Пробуют ли как его принять. Как-то у них не особо получается. Вообще, опять же, эта наглость просто очень жесткая. Так, теперь, смотрите, Бэтрайдер. Мы подловили его. Чилл. Ошибся, ошибся. Чилл. Подлосо не поймал никого. И в итоге просто забрали. Ну, а РМН у нас уходит. Так, сверху поймали у нас Тразора. Мистик Флеер. Плюс Тразор. Там 2400 в Райс Кинга. Это будет, наверное, Блэд Мэйл. Ряд ликом покупаться, я думаю. А че не даггер? А, ну, да, точно. Нужно и даггер. Да просто даггер и плюс улетающие лица. Тем более, вот на низу линии можно даггер реализовать. Как-то Сайленс, РМН. Пошел в стампе и давит на пяточки онлайн. Снова Турбик. Не настолько быстро, как его тиммейты. И отдаётся. Ну, вот такой вот себе ганг реализовали в итоге Гумбо Гейминг. Счёт становится 6-1 на 18-й минуте. И преимущество растёт. Растёт от Гумбо Гейминг. Графики ползут вверх. В динамике всё больше и больше преимущества Гумбо. Так, не на ботами. У нас будет драка сейчас. Да, Юлы поднялась сразу же у нас Пугневича. Бэтрайдер вошёл. Лосо в Пугну. О, мне слэш в одного Кентавра. Он разрывает его. Всё-таки есть уже Аганимчик. Рейс Кинг потерял у нас первую жизнь. Блэд Фьюри. Крипс Ворм. Мы пытаемся потом как-то отсасывать жизнь противника. Не получается об этого сделать. Ну и Рейс Кинг тоже погибает. Какая-то немножко драка инвалидов получилась. Так, Флембрэк, РМН, бежать, в леса прятаться, Крипс Ворм, Юльчик дал. Крипс Ворм, да, я не успел. Эхэслэм, он накрыл его ИС, как же вовремя. Ну и чилу нужно от тебя текать. По-добру, по-здорому. Или нет, или хочется драки. Рубик сам подставился. Говорит, смотри, играет, у меня 135 хп, дружище. Хорошо, говорит, буртрайдер, я тебя нашел, я тебя увидел, я тебя понял. Ну, Скайра стоит в стороне, нет у него маны, поэтому все-таки влетает он отсюда. Да, ну, что-то как-то потрались, разменялись там жизнями и те и другие. А, только-только-только оказывается появляется Джиггернаут Аганим, я думал, он уже с Аганим распределился. Оказывается, нет, в тот раз и без Аганима обошлось. Но уже то, что Джиггернаут в соло с одного у меня слэша без Аганима сносит Кентавру все лицо, это уже достойно отдельного внимания, конечно. С Аганимом сейчас он будет разрывать двоих уже за одну ульту. И Лайнс то, что будет насчет этого как-то что-то придумать. Ну, 20-ая минута встречи пошла, 9-4, с захода по нижней линии Гумба Гейминг не вынесли себе плюс в виде Тавара и сейчас получит, наверное, в ответ атаку от команды этих онлайнс. Вот Рейс Кинг, например. Ну, Даггер, Даггер, есть, конечно, реакция работает, Даггер, и ушел. Обладаем Мишкин Тавару на своем переносом Батрайдера своровал. Чилл здесь. Ох, неудачно кончается у него здесь Firefly. Ее, поймали, да, Батрайдера. Ну, Чилл как-то подставился, спалил себя и уйти не смог. И наказали его за это. Ну, да, так и надо. Рейман Тавару не толкает топ-линию, пришли два саппорта, особо помешать они ему не могут. Толкает мидлейн на нас Джиггер Наут, сразу юзает ТП-аут, кто увидел ТП-аут противника. А, и вниз перемещение пошло, кого цепляют? Розору цепанули, Розору точно умирает, улетает с пугна. А, не, станчик есть по пугневичу, но и минус у нас пугна тоже тут. Сырич, пытается на развороте астрал, бласт и сосать дэмэдж, но не выросла пока сосалка, поэтому, собственно, много хп себе не восстановила у нас пугна и поэтому отправляется в таверну. Ну, аганимчик бы, конечно, пугни, в данной ситуации она бы жила подольше, но с таким фармом из КДА 0.4.4 особо-то, конечно, аганимы не подфармишь. Так что не вышло, не вышло в этот раз. 11.5, если покупать, кстати, фиссуру, ну, точнее, покупает себе даггер, да-да-да, и, ну, вот даггер на и есть это геймчендер, такой артефакт, который может все поменять. Ну, в принципе, второй даггер появляется в команде, в те времена тут кентавра поймали у нас. Ну, да, лед фьюри, до свидания. До свидания. Наберешь, говорит, джиггер наут, продолжает бить крипов, и будут сносить потихонечку Т2 Тауэр. Да, ну, там Т2 все биты, ну, команда Н-Lions, поэтому должны они тоже сейчас быстренько теряться с карты. Да. Нападение у нас на ТС-Профит. И РМН, что будем делать? Жить. Жить. Ну, чё-то пока, да, Йол поднял, Саленс дал, а дальше? Ух ты, раз мой приходит тут. Русласс, Рубик. Там у нас снизу, там у нас там снизу чекернаут вроде. Ох ты, ЕС пошел! Нет, это не тот ЕС, который из разряда Game Changer. Это скорее крип-фармер такой ЕС с таггером. Не пошло немножко не за охоту, и вот тот врыв. Ну, и в итоге много разменов на разных частях картах, причем делаются эти размены одновременно, практически теряют рано или поздно инлайн с того раз свои, постепенно, один за другим, теряют свои жизни, и двукратные преимущества по фрагам у Гумба Гейминг. И на вас в третьей минуте реведут у нас ребята из Гумба аж 15 тысяч. 15 тысяч по экспе 12. Ну что, ты говорил, что инлайн умеют делать камбэки. Получится ли в этой игре? Да, я верю. Я верю в это. Так, ну... брейкер нормальный даст ультимейт. Давай, надеяться на ИС, ИС, мы в тебя верим просто. Сейчас все там зрители болеют за тебя Invasion Dota. Причем он с таким хэштегом бегает, он пиарит свой твиттерочек, так что можете написать ему сейчас в твиттере вот собачка Invasion Dota. Тащи давай ИС, ждем от тебя эхо-слейм по пятерым. Сейчас полетят всякое ненужное ему. Да, думаешь, мы спровоцировали на корабли? Не, ну мало народу, поэтому вряд ли там будет много кораблей. Да, много кораблей не будет. Ну, хотя бы парочку корабликов можете оставить. Так, Стампид, Рубик пытается догнать в квип, но ускоренец-то пошел, но Стампид покруче ускорение дает, чем фейсы. Не получилось. Без сопротивления Гомбо Гейминг последний внешний остался по мидлейну и либо же заход на хайграунт. Ну, я вижу то, что у Эромена есть экзорцизм и он в теории может. Сказать, такой очень интересный врыв на даггере пошел делать снова. Не сполучился. И вот он экзорцизм и вот попытка спушить линию. Нету здесь глиф фортификейшна. Взлетает Батрайдер, не долетел. Его тут развернули. Да, ну, упал Т2 снизу. На Т3 разменялись тут ребята. Ну, то очевидно. наши бараки не потерять. Тут им все-таки задефать это все дело. Сами Гомбо уходят. Ну да, вроде прогнали их тут неплохо так онлайнс. Показали, что они еще могут сопротивляться. Ну, и Гомбо решили не форсировать события, решили немножко подождать. Хотя, сказать, другого мнения. Эта Дота тут сейчас ищет и может найти ведь. Может и Батрайдер найти. Там форстав, в принципе, нет, не уходит. Ты посмотри, Вейшн. Просто взял и фрак состилил. Жесткий. Так, и Стампид пошел-то вдогоночку. Онлайн сбросается. Есть Сайленс. Ремен Линку сбили, но вся вьюл поднимает. Стант Рейс Кинга пошел. Эхо Слэм! У-у-у! Веселуха дискотека, Эвейшн Дота! Ребят, больше кораблей, больше кораблей. Парень нас радует пока. В кавычках радует, конечно же, своими эхо-слэмами. Но в любом случае, саммит Эйн Лайн. Так вот, пятером собрались. Плечики расправили. Пошел-то. Да, кампычище, ты посмотри, ты был прав. Эти ребята, стоял или нет. Мистик Лэйр. Да, разбивает его тут ребята. Сейчас Экьюб пошел кого-то тоже. Рвать. Атакот, 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 есть Миканзен, крутится вертит шар голубой. Хорошо, и поехали убивать Рубика. Рыскник готов потерять свою первую жизнь. Что-то не особо стремятся противники ее в этой жизни лишать. Там же Реинкарнация. Ну, это понятно, да. Вредишь себе просто. У нас Пугневича поймали. Шрекера догнали. Увы, но вроде камбэка здесь не предвещается. Подожди. Еще не вечер, я понял. Еще много. Еще если зря мы так вот взяли и похоронили. Этот парень умеет удивлять. Но, правда-правда, видим, что и Гомбо Гейминг уже хотят побыстрее закончить эту карточку. Заходят на Рошана, будут Рошана забирать. Блодстоун уже появился у Скай Росмейджа. Нормально. Боже, это же Скай Суппорт и уже Блодстоун имеет. Обалдеть. Жесть. Майдстоун прилетел для Рескинга тоже саппорта. Окей. Сильные артефакты. Очень сильные. Ну, пошел экзорцизм. Минус Т2 у нас на Бедалейне. Последний внешний товар падает у команды Н-Лайонс. Ну и на Т3 должны собираться ребята. На какую Т3? На ту, где ее нету. Надо идти до бараки. Ох ты, вошли, синициировали, в Юльчик подняли Рубика. Немножечко не по таймингу получилось. Мистик Флэр. И тут Скай чуть не отъехал на самом деле. Разор пошел в атаку. Разор в атаке. Плазма Филд. Скай и забей. Такая фиссура прилетела мощная. Так, ну и ТПАут все делают. Отсюда во у нас, да. Н-Лайонс-то, да? Львы с клыками. Так просто не сдаются. Могут, логут. Да, если заходить, конечно, могут. Бараки засейвили сейчас очень героически. Ребята из Н-Лайонс, может, даже еще и Т1 Тавр заберут. Но по-прежнему, конечно, ситуация у них плачевная на карте. Вот я смотрю, вроде должны были быть камбэки, но по графикам камбэков нет. Такой же непрерывный рост у ребят из Гумба. Так как в машине, знаешь, тахометр заедает, нужно постукать просто на экран. Ну да, да. Ну, БКБ покупает себе у нас Бэтрайдер, думает, что это его спасет, а так и будет. Так и будет, это правильно, потому что, сколько мы видели, врывается чилл на Бэтрайдере, не долетает до противника, получается Ликинесс и его разворачивают. БКБ это штука хорошая. Вовремя себе собрал. Так, с Аегисом были Гумба Гемик, неужели они его потеряли, Аегис? А, нет, вот Джекернаут, Джекернаут, есть, есть. Все хорошо. Кьюпи у нас не умирал, тут у него полный набор артефактов такой, тут, посмотри, топовый нетворс на карте, тревеласа, шаяша, они... Шекера ловят у нас тем временем, повесили на него и стампит, и вроде бы должны уходить тут ребята, хотя нет, Шекер тут вряд ли уйдет, еще Рубика поймали, Рубика убили, и Шекера в Юлу подняли. Да, и Шекер, скорее всего, не выползет. Инвейзин, инвейзин, Дота, мы тут ставки на тебя делали. Есть байбэк, есть байбэк у Шекера. А, тогда все хорошо еще. Надо, надо его делать. Ну да, пошел, ужас из натопления, можно бараки пробивать, сьюзится раз, глифортификейшн, без двоих дефать, конечно, и да, 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 вот он ЕС делает байбэк, все, внимание на ЕСа. Барабанная дробь, симвейзин, противники далека, вот друг от друга стоят, тут они не культурно в Доту играют, конечно. Где же в куче на встать под ЕСа? Нет? Не хотят. Ну, в итоге, барак снесли, видим, комбо гейминг, и аккуратненько ретировались. Или нет? Кьюпе, ну, разворотим Джмена и грызть, грызть, теперь на ЕС и грызть. Оп, Писура. Чил, нужно успеть БКБ провязать, вот он БКБ, где-то Пласо, Пласо юзать не стал, пытается спастись аккуратненько. Че-то его не спасает это БКБ, хотя, это Пауа делает. Смотри, у Смокути, красава. Красава, красава. Разор, правда, продолжает погоню. Так, Скай промазал нас, видим, здесь Мистик Флэером, пошел Стампит в ответочку, Разор против Скайя, понятное дело, Разор посильнее оказался, Кьюпе здесь, не имеет алтимитра. Давай, 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 шейкер, Эхо Слэм. Да жми ты на эту проклятую кнопку уже. Могли бы убить уже. Да, конечно. Мист Стэн прыгает. Эхо Слэм. Вот это Эхо Слэмчик, просто, как мужик, как мужик, взял иеги снял, теперь надо умирать. Надо бежать. Тотен. Фиссура. Не особо отрезал дорогу, встречает Эвэрэмен и переговаривает. А у Кьюпе сейчас появится алтимит, и можно ведь и кентавра убивать. Ай-яй-яй, слишком загуляли, здесь онлайн, бей Кьюп, бьет, все не знают, как уходить, все в кулдауне, так и разбивают, провал, печаль, тоска, уныние, сожаление и все остальное. Да. Ну, и пойдет, думаю, вторую линию сносить гумбогейминг. Ну, да. Должны топ забирать, должны. Ну, если там хватит время уже на боту смотреть. Так, ну, там магазин появляется у Кугневича. Да? А, так вот, ну-ка, Тайминг есть. Сейчас нужно просто высосать всю команду противника, просто берешь и высасываешь ее. Ну-ка, давай. Лайф-трейни, но, к сожалению, пошел станчик от Ская. И Бэтрайдер пошел, и Аганим, видимо, провязан не будет у нас в этой игре. А там прыгает на основном не слэшек вип, бивает второго, суммарно уже минус три сделали, давят противника прям вот. Роман до конца играет. Он рефрешер купил себе, лол. Мари, рефрешер заезжал, экзорцизм второй сразу пошел. Такой читер. И КГ. От ребят онлайн. Не вышло, к сожалению. Не то, да, думаешь, опять не так? Опять же, третья каточка и в одну сторону все идет. На 31 минуту за то уже, видишь? Ну, это да. Это все говорит нам о том, что четвертая каточка должна заехать, такая прям, что... Сидишь такой и прям душа радовалась. Но пока-пока Гумба Гейминг выигрывает собственную игру. Так, ты же сказал правильно, без собых проблем. Зарабатывают себе они очередные очки в Pro-серии. Какое там у них получается? 4-0 что ли? Или сколько? А, у них есть данное поражение. 4-1 они будут. 4-1. 4-1, да. Ну и ребята из Нлайн свое первое поражение тоже получили. Немножечко подпортили себе турнирное положение. Ну что ж, бывает, бывает. Ничего страшного. Мы, наверное, будем...